МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С первого взгляда актер и режиссер Янис Политов запоминается всем. Харизма этого человека просто сбивает с ног и заставляет пересматривать фильмы с его участием снова и снова. Есентучанин Янис стал не только гордостью своих родных. Он покорил Москву, превратился в любимца как взрослой, так и детской телевизионной аудитории. Несколько лет он вел программу для самых маленьких. А теперь прошел по красной дорожке 69-го Каннского международного кинофестиваля. Его первый фильм в качестве режиссера «Философия» снимался на Кавказских минеральных водах и был приглашен во Францию. А съемочная группа нашего телеканала была единственной, кому удалось увидеть трудный процесс создания этой короткометражной ленты. Я через... Есть такая компания, Мир фестиваля, кинокомпания, которая занимается продвижением российских фильмов на иностранный российский фестиваль. Вот. И я через них работаю. И они мне прислали подтверждение о том, что... Они сначала один раз расстроились, что я в основную программу не попал в Каннский фестиваль, а второй раз расстроились, что я не попал в двух недельных режиссеров, но потом обрадовались, что я попал в «Фортфильмкорнер». Поэтому я сначала так расстраивался, расстраивался. Но я особо надежды не питал. Думаю, ну где Каны, где я, где есендуки. В смысле? А почему есендуки и Каны? Ну, типа, есендуки могут стать Канами. Но это потом. С Янисом Политовым мы знакомы давно. В конце 90-х стали однокурсниками по лингвистическому университету. Причем поступил он в 16 лет, раньше закончив школу. А после, едва отметив 18-летие, отправился поступать в театральное училище. И пусть не с первой попытки, но все же покорил приемную комиссию в ГИКа и начал непростой, но такой интересный актерский путь. Если ты сам для себя ничего не хочешь делать, никто тебе не обязан ничего делать. Все. Хочешь быть. Все. Я вспомню себя. 18 лет приехал в Москву, никого не знал, заехал в общагу. Четыре человека живет, душ на 500 человек один. Черт, я вспомню себя. Никого не знаю, и все. И пошло, 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 пошло. Кого-то стал узнавать, кто стал меня узнавать. Сдавался, приезжал в десендуки назад, шел на Пятигорское телевидение. Ой, можно у вас по работе? Я закончил школу, тебе Останкино. То-то-то. Да, не нафиг ты нам нужен? Такое было? Было такое в 2004 году. Ну, ничего страшного. Хорошо, спасибо им большое за это. Зато я опять вернулся в Москву. Опять стал пробовать, опять стал поступать в Афгик, опять стал тут. То-есть, с третьего раза поступил в Афгик. Зачем сдаваться? Есть жизнь. У меня кино про время, на самом деле. У меня и герою задается вопрос, фактор времени, философии на экзамене. Есть жизнь, есть определенный отрезок времени. Мы с тобой не знаем, что будет завтра. Вот я могу сейчас сюда выйти, и что-то произойдет, и закончилось. Мое время на этой земле, к примеру. Ну, к примеру, я тебе говорю, это жизнь. Чего удивляться? Философию навеял собственный жизненный опыт. Снимались в основном непрофессиональные актеры. История получилась пронзительной, ироничной и немного печальной. За 15 минут, а именно таков хронометраж ленты, каждый, кто когда-либо сдавал этот непростой предмет, мог узнать в главных героях себя. А потому ностальгия. Так как это первый мой фильм, я все делал на ощупь. Я и съемки делал на ощупь. Пытался там так-то... Почему я, ну, очень рад, даже то, что я не в основном конкурсе на программе Каннского кинофестиваля, а в шортфильм-корнере, я все равно очень рад, потому что, ну, для меня... Я не учился на это. Я всегда говорю, что нужно иметь право чем-то заниматься. Человек на это пять лет учится, не просто так же, во ВГИКе. Но мне захотелось сделать некое высказывание через кинематограф. Я вот снял этот короткометражный фильм. Делалась она, делалась долго, полтора года я делал монтаж. Мне все не нравилось, как она клеится, какая получается история, и т.д. и т.п. И вот шестая монтажная версия. Мне, вот я когда сел, ее собрал с моим помощником-монтажером Сережей Курушиным. И я посмотрел, мне все равно что-то не хватало. Я понял, что мне не хватает рассказчика. Под рассказчика был написан отдельный текст Андреем Сорокиным, сценаристом, с которым мы сейчас работаем над сценарием над полным метром. Вот. И когда лег текст, когда легла музыка, и сделалась эта коррекция, я посмотрел и сказал, ай да Янис. В мечтах Яниса Политова создание на Кавминводах нашего, возможно, международного кинофестиваля. А почему бы и нет? Ведь ресурсы позволяют, да и для туристической инфраструктуры будет дополнительный плюс. Это же большая работа. Это должна быть и целая программа, и короткометражный. Почему? И короткометражный можно привозить сюда, и полнометражный можно привозить сюда. Я бы вообще сделал какой-то такой европейский, чтобы были фильмы здесь, чтобы здесь не были только российские фильмы, для того, чтобы раскрывать этот курорт и только для россиян, и для многих европейцев. Тут рукой подать, да, там Бая, тут рукой подать. Там, да, всех прекрасных мест. Голубые озера и так далее и тому подобное. Все, а в Есен-Дуге прямо в центре находится. Вот аэропорт. Ну, я не знаю, почему это не происходит. Ну, видимо, просто этим кому не надо было. Сейчас мне это надо. Актерский путь полон испытаний и сложностей. За каждой блестящей творческой работой, выходом на ковровые дорожки фестивалей, нескончаемым потоком поклонников, признанием критиков и зрителей, стоят годы попыток, взлетов и падений. Янис оценивает яркий мир кинематографа на редкость трезво, без намеков на звездную болезнь. Кино нужно снимать быстро. Вот я вот что понял, одну вещь. Вот у меня шесть монтажей, я тянул, тянул. А кино уже взрослеет с твоим взрослением. То есть я взрослею, я смотрю, мне это уже не нравится. Я какие-то вещи узнаю, я какие-то штуки узнаю. Я где-то разочаровываюсь, где-то очаровываюсь, где-то влюбляюсь, где-то разлулю. Это все влияет на мой продукт. Творчество – это продукт человека. Как и ребенок. Только ребенок – это продукт двух людей. А творчество – это может сделать один человек. Может сделать команда. Но это не такая штука интересная. Не унывать, не сдаваться и находить в себе себя. Это у Яниса Политова получается, как ни у кого вокруг. Яркий, солнечный, харизматичный. Наш. Удачи, Янис. Екатерина Кудривец, Геннадий Сахацкий, СТС КМВ.